Привет, дорогие мои друзья, с вами как всегда я, Олеся Медведева, и прямо сейчас будем подводить итоги уходящего дня и говорить о том, что произошло сегодня, в четверг, 19 сентября. Начинаем с ситуации на фронте. Под Покровском российские войска продолжают попытки подойти с юга к Селидово. По данным паблика Дипстейт, они подошли со стороны Украинска к трассе из Цукурина в Селидово. Бои идут уже у самой дороги. Как пишут российские паблики, там рядом расположена бывшая шахта Селидовская, превращенная в укрепрайон ВСУ. Также россияне продвинулись в Горняке к югу от Украинска. Военный Айдара Станислав Бунятов написал еще, «Цукурина, Горняк, желанное второе, очень тяжелая обстановка». В общем, россияне там продвигаются. Южнее Минобороны Российской Федерации заявляют о захвате Георгиевки к востоку от Курахова. На карте же Дипстейт почти все село обозначено под контролем Российской Федерации или же в серой зоне. Присутствие ВСУ указано только на северо-восточное окраине. При этом украинский лейтенант с позывным «Алекс» косвенно подтверждает потерю населенного пункта. Он пишет, что Георгиевка была уничтожена до основания закрепиться. Там не было никакой возможности. Напомню, друзья, на прошлой неделе российские войска атаковали «Острое», что севернее Георгиевки, создав там угрозу окружения ВСУ. Украинские военные также сообщают о том, что россияне штурмуют теперь соседнюю Максимилиановку. Военные с позывным «Алекс» сообщают упорные бои в районе населенного пункта Максимилиановка на Кураховском направлении. Очень большое количество брони врага пытается идти на позиции 46-й ОАМБР. Значительно увеличилось количество кабов на наши позиции. Впервые за долгое время россияне зафиксировали продвижение и в Запорожской области в направлении Гуляйполя. От зоны боевых действий до юго-восточной окраины города Марфополя осталось около километра. Российские военные паблики утверждают, что их войска уже вошли в Гуляйполе и ведут бои на окраинах. Но этому нет подтверждений. Теперь по ситуации в Курской области Российской Федерации. Оттуда поступает информация довольно-таки противоречивая. Пресс-секретарь украинской комендатуры там Алексей Дмитрошковский заявлял, что ВСУ остановили наступление россиян в регионе и что российская армия смогла лишь войти в одно из сел и начать бои за второе село. Но при этом военный телеграм-канал Дипстет пишет, что российские войска продвинулись в районе Обуховки, восточнее Снагости. В России же утверждают, что наступление продолжается. И вчера были взяты под контроль еще два села Николаева Дарина и Дарина, вблизи границы. Украина эту информацию не подтверждает. Российские паблики еще и заявляют, что прорыв ВСУ через границу в Глушковском районе остановлен в районе села Веселое. Напомню, Раня Зеленский также говорил, что операция в Курской области идет по плану. Теперь о делах международных и о военных перспективах. И знаете, друзья, как-то так получается, что даже самые воинствующие сторонники Украины уже и не особо верят в возможность Киева вернуть себе Крым. Глава польского МИДа предложил передать Крым под мандат ООН, то есть ни Украине, ни России. И через 20 лет, говорит, надо провести референдум о его статусе. На встрече ЕС в Киеве Сикорский сказал, что Крым символически важен для России, особенно для Путина, но стратегически важен для Украины. Как будто для России он стратегически не важен, ну да ладно. Поэтому, говорит, я не вижу, как они смогут договориться без демилитаризации Крыма. Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума, интересно, каким образом, после проверки того, кто является законными жителями и тому подобное. Мы могли бы отложить это на 20 лет. На самом деле, эти слова были сказаны не сегодня, а когда Сикорский приезжал в Киев, это было несколькими днями ранее. Однако, как только эта информация разошлась, на Банковой решили на это как-то отреагировать. Ну и глава УП Андрей Ермак написал, Крым это Украина, Россия нарушила международное право и должна отвечать за это. Ну и такая себе вот публичная отповедь Сикорскому со стороны Офиса Президента. На самом деле, это говорит о том, что углубляется польско-украинский конфликт, который недавно прям вот обострился. Опять же таки, во время этого визита главы МИД Польши в Киев случилась ругань с Зеленским. Основные вопросы, из-за чего случилось разногласие, это то, что Польша не хочет передавать Украине советские еще самолеты без соответствующей компенсации от НАТО. То есть, эти самолеты они отдали бы Украине, а НАТО им бы дал новые. Также Варшава отказывается, как и другие страны НАТО, сбивать над Украиной российские ракеты, а также они, поляки, требуют от Украины эксгумации тел жертв Волынской резни и всячески акцентируют на этом внимание. Речь идет о поляках, которые были убиты формированиями УПА, украинской повстанческой армии в 1943 году. Польское издание УНЕД пишет, что Варшава намерена использовать свое предстоящее председательство в Евросоюзе для давления на Украину по вопросу эксгумации. Причем после ссоры Сикорского и Зеленского поляки решили действовать жестче. Рычагом давления станет роль Польши как председателя Евросоюза в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз. Вот вам и, друзья-соседи. В МИД Польши говорят, что Волынский вопрос сейчас является для них главным и, по сути, единственным требованием. Военные и оборонные вопросы, говорят, не будут разменной монетой на переговорах. При этом источник говорит, что Сикорский убедил Зеленского урегулировать исторические вопросы с Польшей сейчас, потому что он заплатит за них меньшую цену, чем во время переговоров о вступлении. До Зеленского это не дошло. Теперь украинцы будут приходить к нам по разным делам. Они уже это делают. Но, говоря о теме Крыма, опять-таки свидетельство того, что даже самые воинственно настроенные ястребы-поляки уже понимают, что с возвращением Крыма будет проблема. Европарламент еще принял резолюцию с призывом к странам ЕС немедленно разрешить Украине дальнобойные удары по территории Российской Федерации. За проголосовали 425 депутатов, против 131,63 воздержались. Спикер Госдумы России Володин заявил, что призыв Европарламента ведет к мировой войне с использованием ядерного оружия. Он сказал, если подобное случится, имеется в виду разрешение на удары по России западными ракетами, то Россия даст жесткий ответ с использованием более мощного оружия. Ни у кого не должно быть иллюзий на этот счет. Государственная Дума настаивает на этом. Но опять-таки, Запад пока не торопится снимать подобный запрет для Украины. И мы с вами уже неоднократно обсуждали почему. Потому что в таком случае, судя по совокупности всех заявлений со стороны Российской Федерации, при пересечении этих красных линий уже действительно может быть ответ. Ну а мы с вами идем дальше. И еще один очень насущный вопрос на Западе тоже продолжает вовсю обсуждать то, что произошло в Ливане. Вот эта акция со взрывающимися гаджетами. Есть немало погибших и большое количество раненых. При этом всем пострадали, в том числе и мирные люди. То есть какая-то абсолютно неизбирательная акция получилась. Наиболее полную версию того, как Израиль смог это сделать, опубликовала газета New York Times. Она пишет, что Тель-Авив создал сеть подставных компаний, чтобы вклиниться в цепочку поставок пейджеров для Хезбаллы. Именно пейджеров. Начинить их взрывчаткой и устроить взрывы по всему Ливану. Они пишут, что это была долгая и сложная операция. Фиктивная венгерская компания заключила контракт по производству устройств от имени тайваньской компании. Были еще как минимум две другие подставные компании. Притом компания производила и обычные пейджеры для других заказчиков, чтобы создать конспирацию. Но цель была Хезбаллада. Пейджеры начали поставлять в Ливан летом 22 года. В небольших количествах производство быстро нарастили после того, как руководство Хезбаллы в феврале 24 года осудило мобильные телефоны и решило отказаться от них, чтобы избежать утечек, заменив пейджерами. Летом поставки пейджеров в Ливан увеличились. В страну прибыли тысячи их единиц. Во вторник Израиль решил, что пора их активировать. Отмечу, что после этих ударов Израиль начал демонстрировать готовность к обычной, традиционной, назовем это так, войне с Ливаном. Стягивая свои войска к северной границе и объявив, что план по наступлению готов и утвержден. Ну а пока масштабные наземные боевые действия не начались. Хотя их вероятность значительно повысилась, и Ливан нанес тоже несколько ударов по так называемой спорной территории. О том, может ли случиться какая-то большая война на Ближнем Востоке, станет ли она предвестником Третьей мировой, мы с вами вчера уже обсуждали. С одной стороны, можно проанализировать все происходящее таким образом, что да, очень много сигналов о том, что Израиль действительно что-то хочет предпринять и втянуть в это все Соединенные Штаты Америки, чтобы окончательно, так сказать, расправиться со своими главными врагами Ираном и Хизбаллой. С другой стороны, мы с вами обсуждали, что должна быть какая-то победная акция, потому что совсем скоро годовщина нападения Хамас 7 октября, и Израиль так и не завершил начатое, в любом случае не сделал то, что они заявляли. Но кроме этого всего есть еще один, скажем так, более глобальный аспект взрыва этих гаджетов. Мы с вами вчера обсудили, что теперь еще меньше чувствуешь себя в безопасности, просто потому, что у тебя есть гаджет, сейчас у любого человека он есть, с литий-ионным аккумулятором, например, да. И все эти средства коммуникации, они же как-то проходили таможню, проходили границы, однозначно они проходили сканеры на взрывчатку. Максимально сложно проверить, что их как-то контрабандно подпольно провозили, но сканеры эту взрывчатку не выявили. И главный вот из всей этой истории в том, что в мире появилась технология создания некого взрывчатого вещества, которое не определяется специально созданными для этого сканерами. Менее безопасными станут большое количество разного рода процессов в обычной жизни, например, перелеты. Человек берет с собой такой гаджет, не знает, быть может, что там есть какое-то взрывчатое вещество, проходит в аэропорту все сканеры, садится на самолет и все, кто-то активирует взрывчатку. Что дальше? Ну, в принципе, понятно, скорее всего, никто не выживает. То есть может случиться переосмысление большого количества процессов, во-первых, а во-вторых, используемых в повседневной жизни устройств и безопасности, а также может снова усилиться контроль, следовательно, закручивание гаек под предлогом того, что надо же, чтобы все было в безопасности. Так что такая вот не очень хорошая, скажем так, ситуация. Что вы думаете на этот счет? Обязательно пишите в комментариях, друзья. На этом все. С вами была, как всегда, я, Олеся Медведева. Совсем скоро снова увидимся. Не забывайте подписываться на канал Страна.ua, подписываться на мой телеграм-канал Медведева Олеся, где все ссылки публикую на видео, чтобы вы ничего не пропустили. Телеграм-канал «Политика страны», где все новости, чтобы вы точно были в курсе происходящего. Пока-пока.